Уважаемые гороскопы, я представляю Гансуковской группы, круговой коллектив, в котором работают достаточно индивидуальные специалисты. Большинство этих специалистов окончили либо механический военно-механический институт, либо политехнический. Это вот два наших возможностей, их полных они. И я вот согласен, Вячеслав Александрович, с тем, что вы сказали, о том, что действительно надо смотреть, если мы заводим разговор о гуманитарном образовании, то надо смотреть и базовое инженерное образование, и, конечно, самих гуманитарных. Я бы хотел даже начать, наверное, с инженеров буквально бегом, и я абсолютно не рассчитываю чем-то уделить. Но у нас сегодня проблемы. Я имею возможность сравнить достаточно длительный срез временной по поводу того, как менялся облик нашего инженера. Сегодня, к сожалению, приходят люди достаточно хорошо подготовленные в техническом плане, может быть, чуть-чуть похуже, чем это было в конце 80-х лет, но, тем не менее, вполне удовлетворительно, с ними можно работать. Они приходят такими безграмотными по всем остальным вопросам, ведь это стыдно сказать, не могут написать письмо. Когда начинают выпускать какой-то текстовый документ, совершенно не могут сформулировать, допустим, инструкцию по эксплуатации, совершенно не могут написать так, чтобы этой инструкцией можно было воспользоваться и в этом же самом военном месте с ее помощью разобраться с пусковой установкой. Ничего не получается. Этот вопрос провален в школе, и, конечно, не делая института вытягивать эти вещи, но, тем не менее, мы с этим сталкиваемся. Когда мы говорим о не знании русского языка, то, к сожалению, иностранный язык, как правило, он находится еще более в глубоком проявлении. А что такое сегодняшний инженер, не владеющий иностранным языком? Это очень плохо. О каких сегодня новых разработках, конкретно способных, о чем мы можем говорить, если он сам не может взять, поднять на иностранном языке документацию, познакомиться с напитками, суметь их обсудить со своими коллегами. Раньше, когда-то, мы имели целый институт переводчиков, который работал на нашем предприятии для того, чтобы инженеров оснащать вот эту иностранную работу. Ну, бесконечная работа по оптимизации численности привела к тому, что этот класс у нас исчез в штатном расписании нашего предприятия. Нет, это не нужно. А вот инженеры не могут читать. Более того, они каждый день с этим сталкиваются, когда занимаются вопросами проектирования. Сегодня проектирование, как вы понимаете, все программы, в САПР, они все невозможно ими грамотно пользоваться, не зная того самого языка, немыслимо. И поэтому те молодые люди, которые по каким-то неведомым нам причинам знают язык, они резко уходят. Их заметно, они сразу же выделяются, они гораздо более коммуникабельны в работе. Есть и третья позиция, которая подталкивает нас к знанию языка. Это за последние 20 лет, к сожалению, научная составляющая таких организаций, я, наверное, могу даже обобщить немножко, таких организаций, как наша, она существенно понизилась. Ну, попросту. Кто-то вымер, кто-то ушел в другие области экономики, так скажем. А, извините меня, подпора мощная на то, чтобы устремиться, пойти в аспиратуру, там потрудиться, не поспать ночами пару лет, создать диссертацию. Большой очереди не было. Но за последнее время произошли определенные изменения в этом деле, в этом вопросе, и провели постепенно решение о целевой подготовке аспирантов для предприятия оборонных кроносинцев. Ну, нам уже, безусловно, попали в этот список. В результате, последние три года, мы каждый год имеем возможность направлять целевые аспирантуры наших вузов, с которыми, опотных наших вузов, наших сотрудников. И вы понимаете, ребята толковые, ребята знают, что это грамотные. Ну, наверное, процентов 70 спотыкается на сдачу экзаменов, на основные языки, на предприятиях. И для многих из них это является достаточно серьезным испытанием. Конечно, какими-то путями мы находим, как преодолеть это, вы знаете, какими путями мы это преодолеваем. Но, тем не менее, объективно здесь знаем, конечно же, да. И это даже сама молодежь дает нам примеры своего отношения к этим вопросам. У нас только пару лет назад была создана большая группа, которая на протяжении года молодые люди сами нашли друг друга, сами нашли себе преподавателя, сами оплачивали его работу, преподавательскую деятельность, и занимались английским языком целый год после работы. Хотя вся учеба у нас, конечно, идет, рабочее время, что и выделяется. А эти после работы. Нужны или нет? Это такие вопросы житейские. Ну вот, повседневные пользования. Но есть вопросы стратегические. К коммерческой разряду стратегических вопросов относятся к экономике. Экономика это очень серьезный вопрос, и как бы там ни было, но мы считаем, что последние 20 лет они убедили, по крайней мере, нас, то, что управленец должен быть достаточно специализирован, и он должен понимать суть того предмета, которым он поставлен для управления. Точно то же самое касается и экономистов. Ну не может экономист, хороший, грамотный, знающий прийти из продуктового магазина, сесть в нашу экономическую службу и начать там работать в руби. Ничего не получится. Совершенно своя специфика у наших экономистов. Это большое подразделение, в котором, безусловно, работают коэффицированные экономисты, но они тем более высоко у нас ценятся, и тем выше они поднимаются, если они не имеют базовое инженерное образование. И поэтому мы очень рады, когда наша молодежь приходит и говорит, вот я закончил время, а теперь вот я еще вот учусь, вот тут, и вы меня отпускаетесь, я отпускаю, конечно, отпускаю с тобой, нам только принеси диплом. И вот эти молодые люди очень хорошо тоже двигаются и очень полезно их работают. Понятно, в связи с тем, что госзаказ, не надо объяснять здесь аудитории, которая меня понимает, если здесь много кодекса, пола, который все эти вещи прекрасно чувствует, госзаказ сегодня находится под таким жестким контролем, под таким увеличительным стеклом. Вы не поверите, у нас комиссии одни не успевают уехать, как приезжают в друзья. Организация степла, что если я начну их подчислять, то и я забыл, то и я забыл, то и я забыл, то и я забыл. И вместе с тем, все это надо. Надо отследить все, чтобы не было ссорного ссорного. Надо отследить, чтобы затраты были настолько аргументированными, настолько понятными, проверяющими. И здесь целый ряд таких специфических моментов, все они экономисты, поэтому я углублять себя на этот вопрос не буду, но суть в том, что здесь, конечно, нужны люди, которые понимают специфические. У нас идет 800 договоров, поэтому 800 договоров ежегодно в нашем габаре. И, конечно, не понимая, чем отличается один индивидуальный образца техники от другого, ну, невозможно с этим работать, просто немыслимо. Немыслимо работать и нашей молодежи. Если она приходит без соответствующего экономического образования, вы меня извините, все мы прекрасно понимаем и помним, что в советское время когда ставилась задача, надо создать такую-то машину. Не одну минуту, Чем можно, вот, это очень интересно поставить. Ставится такая-то задача, что надо создать машину. И работали ночами, по выходным, на полигонах, на заводах, по всему Союзу. За нами работало до полутора сотен заводов Советского Союза за нашим заводом. И, все понимали, денег не считается. Денег, любое количество, вы только сделаете, так делали буран. Когда буквально не вылезали из цехов, не вылезали из полигонов, создали буран за супер-короткие сроки, а потом оказался в квартиру отдыха сотрудников. Но это тогда. А сегодня молодежь приходит, она сориентирована на решение технических задач так же. И она не думает о том, что это стоит. Она не в состоянии понять, что если, скажем, в чем решение, может быть, можно было подумать, и оно было бы чуть подешевле, если бы он немножко технологию или другую предусматривал. А в результате, в результате, предприятие не добрало прибыли, предприятие не смогло купить компьютер от его психологии. Я понимаю, что вы эти вещи понимаете. Я психология молодого человека не золотая. Не смогло купить компьютер, не смогло отремонтировать те производственные помещения, в которых оно сидит, не осталось ими решенным вязвом просто в социальные сферы. И, конечно, один из самых главных вопросов, на которые мы всегда спротыкаемся, мы не смогли сохранить темп роста заработной платы. А отсюда вообще катастрофа. Люди просто уходят. То есть, вот здесь, значение вот этих факторов, их просто немысленно невозможно переоценить. Поэтому моё мнение, как представитель конструктивской организации, достаточно большое, даже по сегодняшним векам и по прошлым векам дальше, что тот вопрос, который сегодня принимается, он очень острый стоит. И я согласен с одним из выступающих из этого стола, что это должно быть очень взвешено. Надо чётко понимать, сколько инженерии дать экономисту и сколько экономического иностранного языка дать инженеру. Для того, чтобы это всё было сбалансировано и одно незаконимое. Потому что в любом случае специалисты не будут ни в одном, ни в одном. Спасибо. 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 Спасибо.